Представьте, что мы сможем сделать за 3 миллиона. Откуда вы прилетели? От нуля рублей я дам тебе 25%. Такая суровая правда. Это буллинг называется. Эй, посмотри фотографии, которые она недавно удалила. Ты заходишь и смотришь там, ух ты. На самом деле это очень страшная вещь. Тут очень важно, кто это будет реализовывать. Проходилось натурально отсматривать огромное количество женщин. Мне очень нравится сам автор. Какой-то лохматый со мной. Я и так как бы бестонос. Докажи. Я боюсь не все поместится в экран. Это было бы безумно интересно. Всем привет. С вами DreamUp. Шоу, где авторы контента могут получить реальные деньги на проект своей мечты. Деньги на контент раздают наши инвесторы. Это Тимур Бекмамбетов, Игорь Рыбаков, Софья Квашилава, Евгений Никишов и Давид Качаров. У участника есть 2 минуты, чтобы представить свою идею. Продать ее инвесторам поможет звездный пушер. Инвесторы должны решить, вложиться в проект или отказать. Ну а мы включаем нашего первого участника. Всем привет. Меня зовут Алина Сатыева. Я профессиональная актриса и телеведущая. Разбираюсь в маркетинге и брендинге. А еще я продюсер в диджитал. Создаю и запускаю проекты в онлайн, не выходя из дома. Или путешествую по миру. Я-ху! Потому что собрать съемочную группу я могу в любом месте. И проект, который я сегодня буду перед вами защищать, не боится карантина и не требует специальных локаций и условий. Только ноутбук и всемогущий интернет. Тимур, мы нашли человека, который любит скринлайв так же сильно, как и вы. Она даже назвала свой проект «Скринлав». Алина, у тебя две минуты, чтобы влюбить членов жюри в свой проект. Всем привет. Меня зовут Алина Сатыева. Я представляю свой проект «Скринлав шоу». Почему у него такое название, вы узнаете чуть позже. А сейчас идея проекта. Герой нашего шоу должен выбрать себе пару для свидания. Основываясь не на внешнем виде человека или на общении с ним, а на той информации, которую он получит во время шоу. Итак, референс. Известный всем популярный проект на MTV 90-х годов. Обыск и свидание, где участников похищали из их домов, а затем герой обследовал их жилище. Но в нашем случае этого делать не нужно. Наш герой получает удаленный доступ к устройствам или компьютерам претендентов. И да, происходит это совершенно неожиданно, так, что они не успевают подготовиться к взлому. После этого герой обследует содержимое компьютеров каждого участника и составляет свой психологический портрет владельца. И здесь мы, как зрители, видим все в формате скринлайф, запись экрана. То есть так же, как герой, глубоко покружаемся в чужие устройства. А наши претенденты в это время наблюдают за всем процессом обыска со стороны, комментируют, реагируют и, конечно же, общаются между собой. А затем уже получают возможность отомстить герою. В конце шоу наш герой знакомится со всеми онлайн и сообщает, с кем он хочет продолжить общение. Та-дам! Хэппи-энд! Пара отправляется на свидание. Я считаю, что наш проект вполне международного охвата, размера, потому что любой участник может в нем принять участие онлайн, не выходя из дома. И будет интересно наблюдать, как формируются пары со всего земного шара. Мы за открытые отношения, и мы заявляем бюджет в 3,5 миллиона рублей. Реакция Тимура была бесценна. Вау! Евгений, а ваша жена знает пароль от вашего ноутбука или телефона? Я могу вам ответить так, что у меня от моей жены нет никаких секретов, кроме моего мобильного телефона. Давид, в свое время различные лав-шоу пользовались успехом у аудитории. Как считаете, эта мода вернется, и можно ли ее вернуть с помощью такого проекта? Да, конечно. Такой скучный ответ тоже может быть. А как вы нашли свою любовь, Игорь? Да, я тоже отсматривал, подсматривал. Но тогда не было телефонов, поэтому приходилось натурально отсматривать очень огромное количество женщин. Трудная работа. Можно только посочувствовать. Не только отсматривать, но и органолептически, так сказать. Да, мне очень захватило вот этот вот сюжет, когда проваливаешься. И сложно вообще испортить эту штуку, чтобы она не полетела. Вот я бы так сказал. Но она может не полететь, только если денег не дадут этому шоу. Тимур, как думаете, вот подглядывание в телефон может создавать пары или скорее разрушать пары? Разрушать одни, создавать другие. Мы предложили Алине на выбор трех пушеров. Тома Харди, Джорджа Клуни и Роберта Дауни-младшего. Но она сказала, что ее сердце принадлежит актеру сериала «Be Happy» Ивану Чайкову. Когда Алина мне рассказала об этом проекте, я сразу загорелся, потому что, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что любой современный человек проводит всю свою жизнь в своих гаджетах. Это либо его смартфон, либо ноутбук, соответственно. И понимая, сколько информационных следов мы вообще можем оставить в этой жизни, и насколько это опасно, и, наверное, посерьезнее относиться к использованию вообще социальных сетей и гаджетов в целом. Поэтому я прям загорел с этой идеей и сразу взялся себе вопросом, а смог бы я бы принять участие в этом проекте? Ну, наверное, мне было бы очень страшно, чтобы кто-то залез в мой телефон. А если бы кто-нибудь залез в мой телефон, то, мне кажется, это было бы просто разоблачение года и фильм покруче любого экшена. Поэтому я бы смотрел этот проект вот так вот с замиранием сердца и постоянно бы думал, господи, чем и как живут люди в нашей стране? Это было бы безумно интересно. Это мое мнение. Согласился ли бы ты быть ведущим такого шоу? Мне кажется, что если в этом шоу появится ведущий, даже такой потрясающий, как я, спасибо большое, мне было бы здесь, мне это все надо, вот, то он может немного испортить эту интимность, вот этого момента, когда человек залезает в чужой телефон и начинает исследовать эту информацию. И поэтому ведущий здесь будет лишним звеном. Представляете, можем еще зрителю дать возможность в какой-то момент самому залезть и полазить там. Эй, посмотри фотографии, которые она недавно удалила, ты заходишь и смотришь, и там, ух ты, какая-то интересная штучка появилась. Я вам открою секрет, именно так Тимур и отбирал инвесторов, которые участвуют в этом шоу. Алина, вы просите 3,5 миллиона инвестиций на съемки первого сезона, что инвесторы могут получить взамен? Любовь. Зато впервые честно. Ребята, посмотрите, это коллеги, впервые человек нам говорит честно. Итак, можно ли купить «Любовь за деньги» и узнаем прямо сейчас. Начнем, пожалуй, с Софьи. Конечно, «Любовь за деньги» сразу Софья Квашелава. Мне проект очень нравится, меня пугает немножко реализация, как она будет выглядеть. Я имею в виду и технологически, и смотреть за художественным развитием этой истории, потому что вы же понимаете, да, те, кто будут смотреть в телефон другого человека, их комментарии не всегда могут быть интересными. Это нужно очень правильно прописать сценарно. Да, вы делаете проект, который должен выглядеть как абсолютное реалити, но на самом деле это вообще ни разу не реалити, это четко прописанные и понятные вещи, и которые они там находят, и как они это комментируют. Иначе это работать не будет. Только DreamUp делает настоящий реалити, у нас ничего не прописано, и все происходит. Да, поэтому у меня такие глупые шутки иногда проскакивают. Софья, ну вот в чате пишет, чтобы я вас не обижал, не буду. Спасибо этому святому человеку, кто это написал. Это я написал. Мы спросим Тимура, он готов поучаствовать деньгами в этом проекте? Да. Вы готовы покрыть всю сумму инвестиций? Там сумма не очень большая, и мне кажется, что шансов, мое понимание этого формата подсказывает мне, что там нет шанса быть непопулярным, не гиперпопулярным. А где такое шоу может выйти? Может быть, Давид Качаров захочет перекупить это шоу у Тимура и выпустить его на Иве? Конечно, захочу. За сколько? А там же написано сумму. Ну, Тимур платит 3,5 миллиона, вам тогда нужно поднять немножко планочку. А я смотрю, вы вошли во вкус, да? Нет, ребят, нет. Так мы уйдем без штанов. Я и так как бы без штанов сижу, но так придется еще без рубашки. Докажи, докажи, что ты сидишь без штанов. Слова все. Я боюсь, не все поместится в экран просто. Это Давид говорил про размер аудитории Иве. Евгений, а вы готовы помериться этим с Давидом? Ну, кто же может помериться размером аудитории с Ивей, Алексей? Это заранее безнадежная попытка. Тогда, может быть, хотя бы сумму инвестиций померитесь? Мне очень нравится проект, очень. И это был блестящий питч. Но, к сожалению, я не очень понимаю, как и в каком смысле я могу быть полезен помимо денег. А просто деньгами участвовать не очень интересно. Поэтому я желаю удачи. Я думаю, что он точно будет успешным. Но если говорить про да или нет, то нет. Ну, мне проект нравится. Я бы пошла в него. За 3,5 или, может быть, за 4 миллиона? За 1,750 вместе с Тимуром. Вот они, современные женщины. Они просят раздельный счет. Я просто не плачу за мужчин, Давид, понимаешь? Могу позволить себе. Мне нравится проект. Я хочу быть где-то рядом с ним. Поэтому давайте так. Я буду ассоциативным членом. Ассоциированным. А, да, ассоциированным. Ассоциированным. В общем, черт побери, я хочу этот проект, чтобы он был. И я поддержу лидера, который будет тянуть этот проект, чтобы он жил. Алина, тогда сейчас вам нужно решить, с кем вы делаете свое шоу. С Софьей и Тимуром, или с Давидом и Игорем? Давид, я вас люблю. Ну, я пойду к Софьи. Конечно. Спасибо. Слушай, любовь отдельно, а дела отдельно. Давид, мы еще с тобой что-нибудь сделаем, не волнуйся. Я вообще не волнуюсь. С удовольствием посмотрю за любовью. Ты будешь нашим первым главным героем, Давид. Ой, с удовольствием. Алина, поздравляю, хорошо, когда получается и по любви, и по расчету. Парень, ты сегодня со всеми поссоришься. Отличное начало выходных. Добрый день. Если что, я вас люблю, это все прикол. Я думаю, что оно гораздо глубже, шире. Все, тогда вопрос решен. Привет, я Шачик Артем, продюсер YouTube канала Headline Media. Ну, не такой крутой продюсер, как вы, Тимур, но тоже родом с Казахстан. Как вы поняли, я не просто так держу руки, таким образом. Сейчас я проведу бизнес-тренинг для зрителей, как за две минуты можно заработать 3 миллиона рублей начинающим стендап-комиком. Ну, пусть будет так. Почему вы должны поддержать именно стендап? Стендап – это смех, а смех, как мы знаем, продлевает жизнь, в отличие от рэпа. Чем больше мы инвестируем в смех, тем дольше живем. Прямая зависимость. Если мы проинвестируем в наше шоу, то получим примерно бесконечную жизнь. Такую длинную, что хватит, чтобы потратить все миллиарды Игоря Рыбакова. Ну, и даже мои последние 500 рублей в придачу. Подписывайтесь на мои тренинги. Первый месяц за рубль, а потом карту забудете отвязать, и я богат. «Антисаммит» – проект, который Артем Шачек представляет на DreamUp, он делал за 0 рублей. А сейчас за две минуты он постарается объяснить инвесторам, почему на это нужно дать денег. «Антисаммит» – это шоу, в котором ведущие шесть комиков в роли представителей различных стран обсуждают мировые проблемы и предлагают свои решения. В ходе передачи они борются за баллы и за звание «назваться лучшей страной». За нарушение порядка ведущий может наказывать государство санкциями. И в настоящее время снято уже несколько пилотных выпусков в городе Томске. С короткой нарезкой вы можете ознакомиться прямо сейчас. Давненько у вас башни не падали. Не понял! В тебя снайпер целится в сердце сильно издалека. Что значит ЛГБТ? ЛГБТ – это всемирно известная партия во главе с Владимиром Львовичем Шириновским. Знаете, почему многие женщины, которых муж бьет, а они не рассказывают об этом в полицию? Потому что первое правило бойцовского клуба. Ну, по плотности юмора тоже не совсем елки, да, Тимур? Но тоже считаю неплохо. Парень, ты сегодня со всеми поссоришься. И вот все это снято за 0 рублей. Представьте, что мы сможем сделать за 3 миллиона. 0 рублей, чтобы вы понимали, Игорь Рыбаков, это примерно на 1,5 миллиарда меньше, чем у вас сейчас имеется. Что у нас есть на данный момент? Несколько пилотных выпусков. Примерно состав участников будет 4 постоянных комика и 2 приглашенных медийных комика. Также имеется опыт в продакшене, шоу на YouTube. Имеется другое шоу и несколько новых форматов в разработке. Это локация для съемок в Москве. Имеется действующий канал на YouTube. Около 100 тысяч подписчиков. А если быть точными, 16 тысяч. Вся наша команда занимается стендапом и имеет возможность... Артем, твое время вышло. Питч окончен. Давай узнаем, что думают наши инвесторы. А первым, наверное, я спрошу Давида. Давид, вы раньше были режиссером и продюсером в Comedy Club Production, который сделал российский юмор и стендап такими, какими мы знаем их сегодня. Антисаммит Артема – это лучше или хуже того, что можно увидеть сегодня в Comedy на ТВ? Смотри, это очень крутая история. Это очень крутая идея. И так как мы на Иве открываем... Ну, то есть мы разрабатываем развлекательные шоу. У нас сейчас вот действительно мы готовимся к съемкам и так далее. И у нас есть там некий план и так далее. И просто один из пилотов, который мы уже сняли и готовимся так или иначе к сезону, это вот ровно такая же история. Получается, вы украли у нас, что ли, уже? Уже, да, получается. Очень неприятно. Поэтому, поэтому, либо тебе надо, либо тебе надо с нами сотрудничать. По числению в проценте, как минимум. Без проблем. Так как вы потратили 0 рублей, а ты об этом заявил, и это не вырежет. От 0 рублей я дам тебе 25%. Так вот. Неплохо. Доеду на метро до дома. Поэтому, либо присоединяйся к нам, мы можем как-то совместно работать, либо очень сильно торопись делать это у конкурентов. Артем, готов отказаться сейчас от своего проекта, чтобы войти в проект вместе с Давидом? Ну, я бы для начала послушал других инвесторов. Вдруг их это заинтересует. И у нас уже есть несколько выпусков готовых, то есть прям снятых. Хорошо, тогда давайте спросим Игоря, как вот он оценил шутки в свой адрес в рамках этого питча. Если что, я вас люблю, это все приколы. Как тут уже говорили, это тот случай, когда вот интро было забавнее и веселее, чем потом вот то, что я слышал. То есть вы, как это, первый, наверное, продюсерский опыт, да, то есть скорее вы комик, вот я вижу, и вам бы выступать, и цены бы не было в каком-то шоу. Поэтому вот то, что Давид сказал, присоединяйтесь к команду, прямо вот рекомендую, потому что там сложно будет какой-то продюсерский, так сказать, проект вести. Я предлагаю послушать кушеров проекта «Антисаммит». Это Кирилл и Маша Войновы, блогеры из ТикТока. Пока скорее шансы выше, что Артем перейдет в шоу к Давиду Качарову, чем запустит свое шоу. У вас есть шанс все-таки побороться за российский юмор? Мы, как создатели юмористического контента, всячески поддерживаем просто всеми руками юмор, а особенно качественный юмор. В принципе, нашей стране реально очень не хватает хорошего настроения, и его нужно поднимать. Не так много на YouTube действительно качественного юмора и успешных шоу. Плюс политическая тема, это всегда интересно, вызывает большое количество эмоций и интереса, поэтому у ребят есть все шансы, и мы готовы, в свою очередь, поддержать их всячески своей аудиторией. У нас 3,5 миллиона в ТикТоке, 170 тысяч в Инстаграм. Мы бы с радостью и поучаствовали у них в шоу. Короче, мы считаем, что нужно дать им деньги. Это крутое шоу, 100% бомбанет. Софья, а вы можете оценить качество юмора Артема, дав инвестиции этому шоу? Знаете, я бы не хотела, я думаю, и неправильно по вот этому пилоту, тизеру оценивать качество юмора, потому что я думаю, что оно гораздо глубже, шире и прекраснее, как вот мы до этого обсуждали по другому проекту. Я говорю нет, потому что наша площадка не заточена под подобные вещи, и я не готова. Конкретно по этой истории нет, но если интересно, то свяжитесь, и мы с вами встретимся, и пообщаемся на тему возможного какого-то сотрудничества. А можно Тимура послушать? Я ради него прилетел, пожалуйста. Откуда вы прилетели? Я прилетел вообще из Томска, но родом из Казахстана. Все, тогда вопрос решен. Скажите, пожалуйста, нет, мне очень нравится сам автор. Я ничего не понимаю в этом проекте. Я буду рад, и это стратегически для меня важно, получить такого замечательного автора в команду, который может создавать юмористический контент для нас. Но это не касается конкретно этого проекта. Этот проект может быть пилотным, и мои условия были бы более долгосрочные взаимоотношения. У нас на эту стоимость будет приобретена аппаратура, которая позволит снимать много смешного юмористического контента. Артем, я, если надо, формально тоже говорю «да» на этот ответ. Я тебе просто хочу сказать, что ты действительно всех нас поразил и обаял, как автор, как человек, который все подает. Деньги предлагают у нас два инвестора. Это Тимур Бекмамбетов и Давид Качаров. Артем, а вам нужно выбрать? А прям надо выбрать? Или они могут скинуться, по идее? Нет? Выбирай оба по три. А, да, можете оба по три. Я, кстати, на брекеты хотел еще немного суммы выделить. Я там еще с профсоюза возьму чеки. Вообще дешево получится. Тебе, мне кажется, надо задружиться со всеми нами тремя, и сделаешь себе хорошие зубы вообще целые. Я тогда выбираю Тимура. Артем, мои поздравления. Мы ждем от тебя и от Тимура новое юмористическое шоу за 3 миллиона рублей. А у меня это тоже ограниченное количество времени? Нет, до утра, может быть. Я вибрировал, и я хотел это. Я заставлю его переписать, значит, под меня. А, интересно. Александр Маркин бросил нефтянку, чтобы пойти учиться в московской школе кино и снимать «Буллшет». Не подумайте ничего плохого от названия его проекта. Александр, у тебя есть две минуты. Поехали. Добрый день. «Буллшит» — это скринлайв-сериал, состоящий из шести серий по 15 минут каждая в жанре детектива с элементами триллера. О человеке, который хочет отомстить за преступление, за смерть своей дочери, которая приняла смертельную дозу таблеток. Ей было 13 лет, она подверглась кибербуллингу, то есть ее фотографии интимные после переписки попали в сеть, она не выдержала этого. И этот человек, он очень состоятельный, он придумывает в интернете, в темной его части шоу, реалити-шоу. Он начинает приглашать туда участников, что они могут получить огромные деньги, если они докажут свою причастность к какому-то преступлению, если они скажут, что мы самые худшие люди, которые здесь есть, что мы достойны этого звания, что мы можем получить эти деньги. На кону деньги высокие очень. 66 биткоинов — это около 1 миллиона долларов. И таким образом он хочет привлечь внимание этого анонимного пользователя, чтобы он пришел на это шоу и рассказал об этом поступке, чтобы он понял его, что это вот тот человек, которого он искал, чтобы отомстить за свою дочь. И он придумывает это шоу, привлекая весь негатив, собирая его, аккумулируя в этом шоу. И начинают люди делиться какими-то событиями. Да, они анонимно это делают, но он может его в какой-то момент определить, что вот он там, и он хочет найти его. Все это новые, старые темы, темы преступления, наказания, но в новой обертке. Александр, ваше время вышло. Спасибо за ваш питч. Я, пожалуй, начну с Тимура. Мне кажется, он здесь главный специалист по скринлайф-триллерам и хоррорам. Тимур, давайте на чистоту. Буллщит — это буллшит? Или может получиться классный проект? Вы знаете, меня не смущает количество скринлайф-проектов на нашем шоу. И я просто из стратегических соображений хочу воздержаться от комментариев, от инвестиций. Но прежде чем вы это сделаете, давайте посмотрим, кто будет защищать этот проект. Докажет, что из проекта может получиться классная история, икон российского хейта, певица и актриса Настасья Самбурская. Добрый день. Ну, а у меня тоже ограниченное количество времени? Нет, до утра можно. До утра можно. Ну все, давайте. На самом деле, это очень страшная вещь, когда люди просто, ну, от балды, просто ни с того ни с сего начинают тебя хейтить. Когда они не понимают, то есть, какую боль они тебе причиняют. Я как сильный человек, когда у меня в день по 10-20 тысяч человек стало подписываться на меня, и когда каждый заходил там со своим мнением, когда каждый, ну, находясь в ситуации, когда он остается безнаказанным за свои слова, если раньше там за это там по морде били, они вот, когда получили вот эту вседозволенность, в общем, начали просто меня на самом деле уничтожать. И я, допустим, выстояла, да, выдержала. Есть большое количество людей, которые, ну, там, заканчивают свою жизнь там суицидом и как героиня в Сашиной истории. И мне, конечно, бы хотелось, чтобы этот сериал послужил примером того, как делать не надо. Вот то, о чем говорила сейчас Анастасия, было очень убедительно. Со знанием дела, скажем так, она про это говорила. То, как запитчил эту историю Александр, было максимально неубедительно. И, несмотря на то, что действительно это интересная тема и, возможно, из этого может получиться интересный сериал, я, к сожалению, не вижу вас, Александр, ну, по крайней мере, на уровне этого питча, человека, который может это реализовать так, чтобы это посмотрело большое количество людей. Такая суровая правда. Это буллинг называется. И молчание. Возможно, да. Мне кажется, всех сбило, сбивает слово шоу. Вот это слово шоу, оно запутало всех окончательно. Потому что это не, по-моему, простите, я сейчас не как инвестор говорю. Потому что, если просто сказать историю, сказать проще, что человек, который хотел найти человека, виновного в смерти своей дочери, обещал деньги за то, что в той среде, где этими новостями делят, где этот человек обитает, за то, что он себя выдаст, рассказав эту историю. Тогда он его обнаружен. А вы знаете такие шоу? Они есть? Нет, это... Вот это просто история сама по себе. И Анастасия, которая сказала свое отношение к этому, это очень реальная вещь. Я тоже запускал YouTube-канал. И в первый день 10 тысяч хейтеров пришли. И трехэтажные, значит, принесли. Сказали, ты что, куда пришел? Это, конечно, надо прожить, чтобы понимать о чем. Да, и вот поэтому Анастасия, значит, когда сказала это, видимо, вы прожили это конкретно, да, я вас почувствовал вибрациями души. Когда вы защищали, когда вы питчили, я вибрировал, и я хотел это. Когда вы говорили, проект «Дайте денег», для меня ничего не существовало. Для меня существовала какая-то сухая там история, и я вообще ничего не хотел. Если вы дадите Саше денег, я обещаю, что я заставлю его переписать, значит, под меня. Ага, интересно. Вот, и у нас все получится. Прошу прощения за то, что мы так напали, стали булить автора. Я поддержу. Мне кажется, нужно пройти еще раз круг него девелопмента и выйти к нам еще раз, и мы с удовольствием рассмотрим. Сегодня получить инвестиции проекту Bullshit не удалось, а сможет ли он поднять инвестиции с участием Настасии Самбурской с новым проектом, мы узнаем в следующих выпусках. Считаешь, что твой проект лучше? Тогда заходи на сайт screenlifer.com и оставляй свою заявку в шоу DreamUp. Наше шоу помогает получить деньги не только на проект мечты, но и на добрые дела вместе с Гошей Куценко и его благотворительным фондом «Жизнь с ДЦП». С новым приложением «Кнопка счастья» тратить деньги и делать добро просто и приятно. Артем посмотрел на изображение, на меня и сказал про себя какой-то лохматый со мной. Поздравляю тебя. Спасибо большое. Я из Томска. Из Томска. Да, да, да. Я узнал, что ты еще сегодня заработал какие-то деньги. Так, маленько. Аленочка, привет. А вы заработали... Я скромненько так. Сколько? Три? Пятьсот. Три пятьсот? Угу. Отличное начало выходных. Тимур Бекомбетов с друзьями разработал одну программу. Это кнопка счастья. Нажимай на эту кнопку, вы жертвуете деньги в наш фонд помощи детям с серебральным параличем. Это можно делать каждый день. Держи. Нажимай. Можно двумя пальцами? Давайте одним сначала. Это рубли. Они сейчас будут разгоняться. Он не понимает, что вы делаете. Представляешь, это с утра нужно делать. Чемпион у нас додержал до двух тысяч двух рублей. Но сейчас необязательно, я знаю, для тебя это огромные деньги. Ну да, мне еще на метро ехать обратно. Я еще брекеты вставлять. Я не все слышал. Что вы испытали, когда три с половиной получили? Радость, счастье, кайф. Жалко не было кнопки под рукой тогда. Да. Я хочу, чтобы ты и твои друзья скачали эту программу. Она выглядит вот так, как зеленое сердечко. Она есть везде. Вы поняли, утром просыпаетесь, нажимайте кнопку счастья, вспоминайте меня. Спасибо большое. Обязательно всем участвуйте вот в этой разработке. И никогда не жалейте отправлять денежки в благотворительные фонды. На сегодня все. Подписывайся, ставь лайк, голосуй за лучший проект выпуска в комментариях. До встречи на шоу DreamUp.